Слава Богу! Также мы приветствуем всех, кто с нами через онлайн сегодня. Также, слава Богу, что вы присоединяетесь к тому, чтобы быть вместе с Церковью. Слава Богу за каждого из вас, слава Богу за Дом Божий, за Церковь, которую Господь создал, и врата ада никогда не одолеют. Церковь. Аминь. Иисус, достоин всей славы. Иисус, достоин всей славы. Я хочу, чтобы мы открыли Ефесянам первую главу. Ефесянам первая глава. С 19 стиха я прочитаю. Иисус, достоин всей славы. Иисус, достоин всей славы. Иисус, достоин всей славы. Полнота, которая наполняет все во всем. Все, что нужно человечеству, чтобы быть благословенным на этой земле, человечеству нужна Церковь. Человечеству нужен Дом Божий. Человечеству нужно присутствие Божие, чтобы быть благословенным. Потому что здесь интересно написано, что безмерное величие могущества Его в нас, безмерное величие могущества Божьего находится внутри тебя. Когда мы собираемся вместе, чтобы поклоняться Богу, Бог наполняет тебя и меня безмерным величием и могуществом своим, твою жизнь. Аминь. Все, что нужно тебе сегодня, все, что нужно мне сегодня, мне нужно Его присутствие. Мне нужен Господь. Потому что написано, что безмерное величие могущества Его в тебе. Знаете, впереди нас, мы не знаем, что приготовила нам предстоящая неделя, предстоящий месяц, предстоящий год. Мы не знаем. Но величие могущества Его в нас способно оказать влияние на то, что будет происходить с нами в будущем. Величие могущества Его внутри тебя и меня сегодня может оказать влияние на то, что будет происходить с нами в будущем. Как безмерно величие могущества Его в тебе. Аминь. Поверни своему соседу, скажи, в тебе безмерное величие могущества. Безмерное. Бог способен через твою жизнь делать все, что Он хочет на этой земле. Поэтому Писание говорит о том, что тело Его – это церковь. Тело Его – это полнота наполняющего все во всем. Другими словами, Писание называет церковь полнотою, полнотой Божьей. Все, что нужно нам, есть в Доме Божьем. Его присутствие, Его сила, Его величие, Его могущество, оно есть здесь, на этом месте, чтобы помочь тебе, чтобы укрепить тебя, чтобы утвердить тебя, сделать тебя сильным и непоколебимым пред любыми обстоятельствами в этой жизни. Аминь. Я благодарен Богу за церковь, которую Он создал, и где изменилась моя жизнь, где изменилась твоя жизнь. Наши жизни изменились благодаря тому, что однажды началась церковь Божья. Аминь. Однажды появились люди, которые начали верить, которые начали молиться, которые начали высвобождать эту безмерную силу, могущество в наш город. И Бог начал действовать в жизнях каждого из нас. Бог начал касаться наших сердец. Бог начал говорить в нашу жизнь. Бог начал посылать людей, которые стали говорить в нашу жизнь, которые не умолкали, которые говорили, тебе нужен Бог, тебе нужен Иисус, только Он может изменить твою жизнь. Никто на этой земле не может помочь тебе и мне, как только Бог, как только Его присутствие, как только жертва Иисуса Христа, как только воскресение Иисуса Христа способно изменить наши жизни. И наши жизни изменились и преобразились благодаря тому, что однажды Бог коснулся нас и привел в свой дом, и привел в наш дом. Однажды я как-то рассказывал свое свидетельство о том, как я еду в автобусе, и такая погода, знаете, мороз, холод, еду с Гаевой на служение. Просто вот еду на служение, еду служить в группе порядка, еду, и вот так неохота было ехать, если честно. Рано утром встал, еду, темно, автобус холодный, еще пазик, окно открыто, не закрывается, все люди пытаются его закрыть, оно примерзло, оно никак не закрывается. Кто-то открыл его, и они никак не могут закрыть его, дует холодно, и я сижу в этом автобусе, еду на служение, и как бы такое состояние, знаете, но неохота. И сижу такой, и внутри меня, куда ты едешь? Я такой, куда-куда, на служение в церковь еду. И потом опять, куда ты едешь? Я такой, куда-куда? В церковь на служение еду. Потом опять, куда ты едешь? И я такой, я уже не знаю, куда я еду. И Господь мне говорит, ты едешь домой Ты домой едешь Я такой, в смысле, у меня дом-то там Я пережил глубочайшее откровение От Церкви Божьей Для своей жизни Что это место, это мой дом Однажды все мы придем к Богу Никто не пройдет мимо этого момента Личной встречи с Ним Когда мы увидим Его глаза в глаза Когда мы встретимся с Ним на небесах Каждый из нас встретится с Ним на небесах И мы вернемся в наш дом Где мы посажены со Христом Где мы должны быть всегда И Церковь это место Божьего присутствия Когда ты приходишь на прославление, поклонение Все заботы, суета уходят Все какие-то страхи, переживания, волнения Они просто оставляют тебя Они отпадают от тебя Они просто уходят из своей жизни Потому что ты приходишь в настоящее В настоящее, в котором ты пребываешь Ты приходишь в Его присутствие Это то, что освобождает То, что исцеляет Это то, что восстанавливает От всякой суеты, от всяких забот От всяких дел Сила Божья приходит в твою жизнь И она освобождает тебя Ты переживаешь величайшее Божье присутствие в своей жизни Бог наполняет тебя своей силой Своим помазанием Верой начинает наполнять твою и мою жизнь И ты переживаешь понимание Что ты пришел домой Ты дома Ты не где-то на каком-то официальном Каком-то приеме Ты не куда-то пришел Показать себя И на других посмотреть Ты пришел домой Ты пришел домой Где Отец Небесный хочет поговорить с тобой и со мной Где Он хочет вдохновить тебя и меня Где Он хочет ободрить тебя и меня И Бог будет всегда заботиться о церкви своей Потому что Писание говорит, что Все покорил под ноги Его И поставил Его выше всего главою церкви Которая есть тело Его Полнота наполняющего все во всем Когда апостол Петр начал проповедовать И первую его проповедь Он начал проповедовать К людям, которые распяли Иисуса Христа Которые убили Его Он начал говорить в их жизни Он начал говорить в их сердцах Он начал говорить о том, что они сделали Он начал смело в Духе Святом Говорить о силе Божьей О спасении О покаянии И Он там говорит, что Бог повелевает Всем людям на земле покаяться И это не просто какие-то были слова Но это было особенное Божье действие В судьбах людей Чтобы они склонялись к Своей колени Пред именем Иисуса Христа И Он говорит, Бог не просто упрашивает Или уговаривает людей Но написано, что Бог повелевает Всем людям на земле покаяться Это повеление Божье Человечеству, живущему на этой земле Покаяться Потому что нет ни одного человека Который не нуждался бы в покаянии Нет ни одного человека Который не согрешил бы Написано, все согрешили И все люди лишены славы Божьей И Он начинает говорить к этим людям Он говорит, что вы убили начальника жизни Вы его пригвоздили ко кресту Того, кто является начальником Твоей и моей жизни Бог начальник твоей и моей жизни Каждый из нас работает на своих работах Кто-то уже не работает Кто-то ищет работу Но те, кто работают, они знают Кто такой начальник Они знают, что когда я прихожу на работу То есть начальник на этой работе И Он говорит мне, что делать И Он направляет меня И Он каждый раз дает мне задания Он говорит, слушай, иди Тебе надо сделать это Тебе надо сделать то Тебе надо пойти сюда Тебе сегодня план на день Такой, такой, такой И ты должен сделать, и ты должен быть на этой работе, потому что есть начальник, который говорит твою жизнь. И знаете, вот можем ли мы сами себе написать отпуск и не прийти на следующий день на работу? Нет, не можем. Потому что если я напишу себе отпуск, сам подпишу его и буду отдыхать, то в конце своего отпуска, который написал я сам себе, я приду на работу, мне скажут, а ты зачем пришел? Ну как зачем, на работу? То тебе скажут, знаешь, ты уже здесь не работаешь. Почему? Я же сам себе отпуск написал, я же сам пошел, куда я захотел, я же как, я не могу, я же устал. А начальник скажет, извини. В Писании говорит, что Иисус есть начальник нашей жизни. Он начальник. Он знает, что нужно для Церкви Божьей. Он знает, что нужно для народа Божьего. Он, написано в Церкви, полнота Его. И Бог совершенно знает твою и мою жизнь. И Бог совершенно знает, как направить тебя и меня в этой жизни. Он знает, как тебе помочь в этой жизни. Он знает, как тебя направить в этой жизни. Он знает, как тебе помочь. Поэтому апостол Петр говорит, он есть начальник нашей жизни. Аминь. Начальник. Интересно, что Бог дал Церкви свои повеления, как начальник. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Проповедуйте. Несите Слово Божие. Исайя 62, глава 6 стих. Книга пророка Исаии. 6 стих. Написано на стенах твоих, Иерусалим. Иерусалим. Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Иерусалим – это прообраз Церкви. И здесь написано, что Господь поставил на стенах сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. И эти сторожа – это ты и я. Это те люди, которые стоят, которые бодрствуют, которые наблюдают за всем и громко кричат о славе Божьей, которые провозглашают дела Божьи. И написано – не умолкайте пред Ним. Это также и молитвенники, которые ходатайствуют пред Богом, которые молятся пред Богом, которые взывают к Богу о Его любви, о Его милости над поколением, над народами. И они увещевают, они взывают со стен к людям, они провозглашают силу Божью, славу Божью и помазание Божие. И Бог вдохновляет тебя и меня это делать и не умолкать, молиться, проповедовать, служить Богу, делать то, к чему Он тебя призывает. Если Бог тебя призвал к чему-то, то не останавливайся, не ослабевай, не опускай руки, а служи Богу, потому что труд наш не тщетен, говорит Писание. Аминь. Не умолкать. Как важно нам не умолкать. Делай то, в чем ты силен. Делай то, в чем ты силен. Проповедуй Евангелие тем, в чем ты силен. На работе ты силен, ты способен, проповедуй своей работой, проповедуй своим трудом, вдохновляй, ободряй, служи. Способен ли ты проповедовать Евангелие на улицах, делай это. Способен ты проповедовать Евангелие через социальные сети, делай это, не умолкай, выкладывай, свидетельствуй, пиши, напоминай, звони. Способен ты служить на домашней группе тем, кто приходит к тебе, делай это, не умолкай. Не умолкай, проповедуй, молись за этих людей, молись за каждого, кто приходит к тебе на ячейки, не умолкай. Делай то, к чему Бог тебя призвал, и ты будешь видеть силу Божию в своей жизни, в жизни тех людей, которым ты служишь. Однажды апостол Павел написал послание 1 Коринфянам. Давайте откроем 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. 58 стих. Итак, братья мои и сестры возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Апостол Павел пишет о силе воскресения. Если читать эту главу сначала, то он пишет о силе воскресения, о том, что Иисус воскрес из мертвых. Он вышел из могилы, и он говорит, что это важно тебе и мне понимать о том, что Он воскрес, что сеется семя душевное, и оно умирает. И начинает сходить раски духовного. Духовный человек начинает оживать. Духовная жизнь начинает расцветать. И он говорит всю эту главу о силе воскресения, о силе церкви. Он говорит, если бы сила воскресения, она была бы тщетна, то я напрасно бы боролся со зверями в Эфесе. Напрасно бы я все делал, то, что я делаю. Но так как Иисус воскрес, и сила воскресения во мне, то я буду делать то, к чему я призван. Я не буду бояться того, что приходит на эту землю, того, что идет на эту землю. Того, что Он пишет о том, что Он боролся со зверями, что Его бросали, как христианина, бороться со зверями. И Он это делал. И мы читаем о жизни апостола Павла. Его побили камнями. Бог воскресил его, и Он дальше идет проповедовать. Над ним издеваются, Его побивают палками. А Бог опять являет свою силу в его жизни. И Он говорит о том, чтобы мы не останавливались, чтобы мы не боялись того, что идет на эту землю, от того, что происходит с верующими людьми, с христианами. Но Он говорит, что есть сила воскресения, которая живет в тебе. И мы не умрем, но мы переходим из жизни в жизнь. Так говорит Писание. И здесь интересно, Он подводит итог под тем, что Он сказал, братья и сестры возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда преуспевайте в деле Господнем. То есть Бог доверил тебе какое-то дело. Бог доверил тебе какой-то труд молиться. Бог доверил тебе труд быть в группе порядка. Бог доверил тебе труд быть лидером домашней группы. Бог доверил тебе труд служить детям. Бог доверил тебе труд проповедовать Евангелие. Написано преуспевай в этом. Преуспевай, потому что сила Божия, сила воскресения внутри тебя, она ведет тебя из веры в веру и силу, в силу и славу и славу. Что сила воскресения, она поднимает тебя над обстоятельствами. Она делает тебя сильнее, выше обстоятельств, которые приходят в твою жизнь. Поэтому все, что тебе нужно, преуспевать в том, что ты делаешь. Не останавливаться. Почему? Потому что труд твой не тщетен пред Господом. Потому что люди смотрят своими человеческими глазами на то, что ты делаешь. Или ты сам смотришь своими человеческими глазами. Ты не видишь результата. Ты не видишь, люди не вдохновляют, люди не ободряют тебя. Наоборот, у них все время одно и то же, и одно и то же. И они все время одни и те же. Но на самом деле Бог действует в судьбах людей. Благодаря твоей вере, благодаря твоей молитве. Ты этого не видишь. Но Бог видит. И написано, труд твой не тщетен пред Господом. Потому что не видит человек, но Бог видит все. Бог знает все. Бог отмечает каждую твою молитву. Бог знает твое дело. Бог видит твои слезы. Бог видит твои переживания. Бог видит твою боль. Бог видит все, что есть внутри тебя. И все, что есть, оно не тщетно, когда ты служишь Богу. Аминь. Знаете, я вспоминаю, когда мы постоянно проповедовали с миссионерами. Ездили и сейчас проповедуем Евангелие. Но особенно яркие были моменты, когда мы проповедуем Евангелие. Говорим Слово Божие людям. Мы порой не видим результата. Но они приходят позже. Однажды приехали за 300 километров в одну деревню. Мы проповедуем Евангелие. Смотрим, церковь стоит. Не знали, что в этой деревне есть церковь. А была церковь в этой деревне. Мы нашли пастора, который есть там. И мы говорим, можно мы будем приглашать людей к тебе в церковь? Мы его не знали. Он с другой динаминацией. Но факт, что есть церковь, слава Богу. Мы с ним познакомились. Можно мы будем приглашать тебя в церковь? Он говорит, хорошо, приглашайте. Мы взяли адрес церкви. Пошли, проповедовали, говорили людям. Вот я захожу в один дом, смотрю, сидит мужчина. Я захожу к нему, начинаю ему проповедовать. Он говорит, я знаю то, о чем ты говоришь. Я говорю, тебе нужно верить в Иисуса Христа. Тебе нужно покаяться. Он говорит, да, я готов покаяться. Я знаю, мне уже сестра говорила. Я такой, ну классно, что сестра тебе говорила. А давно она тебе говорила? Так она уже несколько лет ходит туда, в церковь. И она постоянно мне говорит об этом. Я говорю, так тебе нужно покаяться. Он такой, да. Я такой, да. Он такой, хорошо. Он начинает каяться, повторяет за мной слова молитвы. А я ему говорю, слушай, тебе надо сейчас ходить в церковь, потому что ты покаялся, теперь ты спасен твоими в книге жизни. Тебе надо ходить в церковь. Он такой, да, я говорю, да, хорошо, буду ходить в церковь. Я такой удивляюсь, он так легко все, ну, легко так соглашается со мной. Думаю, странно. Знаешь, а знаешь, где церковь? Он такой, знаю. Я говорю, у меня адрес есть, могу тебе дать. Он говорит, не надо мне адрес, я знаю. И в окно мне показывает. Вон, видишь, вон тот домик, вот там церковь. Я говорю, ты знаешь, во сколько служения там у них? Он такой, знаю. Я говорю, во сколько? А как дым пойдет вот так? Ну, они уже все, туда сейчас пойдут, сейчас будут собираться. И я такой, да к тебе надо ходить. Он такой, да, я говорю, да, хорошо. И все, я ухожу. И потом я узнаю, что он пришел на служение. Он до сих пор ходит в церковь. Родная сестра ему проповедовала не один год. Она проповедовала, она молилась за него. А я просто приехал за 300 километров и сказал ему, слушай, тебе надо в церковь. Он такой, да. Я говорю, да. Все хорошо. Писание говорит, что труд наш не тщетен пред Господом. Я думаю, что, я сижу такой и еду, думаю, ну, наверное, вот эта сестра, она так переживала, она так была огорчена сколько лет, видя, что она ему проповедует, она ему служит, она молится за него, а он не идет в церковь. Она ему опять проповедует, а он опять не идет, она опять его зовет, а он опять не идет. И надо было кому-то приехать за 300 километров и просто сказать, слушай, надо ходить. Он такой, да, да, хорошо. Написано, увы, напоминающая Господи, не умолкайте, потому что, когда ты проповедующий человек, ну, вроде пренебрежительно отнесся к тебе, то за тобой еще идут проповедники, за тобой еще идут братья и сестры, которые однажды также будут ему свидетельствовать и сеять Слово Божье в его сердце. Слово Божье, посеяное в сердце человека, никогда не будет тщетным, никогда. Вообще никогда, даже вот просто ты сказал, Бог любит тебя, Бог про тебя не забыл. Это Слово, оно будет сеяться в его сердце, и оно обязательно даст свои ростки. Поэтому никогда не останавливайся в том, к чему Бог тебя призвал. Написано, что всегда преуспевайте в деле Господнем. Развивай это внутри себя, работай над этим внутри себя, работай над тем, к чему ты призван, не останавливайся на достигнутом. Если ты остановишься, то ты начнешь деградировать, ты начнешь опускать руки, ты начнешь думать, что труд твой тщетен, на самом деле он никогда не был тщетен. Знаете, цель дьявола – остановить тебя, сделать твою веру тщетной. Сказать, ну вот ты молишься, а ты видишь результаты? Нет, не вижу. Ну, вот видишь. А ты служишь Богу, а ты видишь результат? Не всегда. Вот видишь. Дьявол всегда обесценивает действия Божьего в твоей моей жизни. Помните, когда он пришел к Адаму с Евой? «Оправда ли, сказал Бог?» Он начинает обесценивать силу Слова Божьего в жизни этих людей. Он начинает обесценивать. «Оправда ли, сказал Бог?» Что ранами Иисуса ты спасен, что ранами Иисуса ты исцелен. «Оправда ли, сказал Бог?» Его тактика не изменилась. Знаете, дьявол хочет, чтобы мы с вами поверили в его лжи. Но Писание вдохновляет и ободряет тебя. Труд твой не тщетен пред Господом. Каждая молитва, она не тщетна пред Господом. Каждое слово, сказанное людям о Христе, оно не тщетно всегда проповедуй. Знаете, есть два времени, когда мы можем проповедовать людям. Это вовремя и не вовремя. Писание говорит об этом. Настой вовремя и не вовремя. Проповедуй вовремя и не вовремя. Делай вовремя и не вовремя. Вы знаете, мы обычно с миссионерами встаем рано, идем проповедовать Евангелие. Время 9 утра, я иду по деревне, и меня однажды такая мысль постигла. Так время-то рано, люди спят. Ну вот такая мысль. Вот ты идешь со своими книгами, жизнями, новыми заветами к ним. Они же спят, они же тебя не ждут. Я иду так, еще только расцветать начинает. Я такой иду, такой иду. Мне такая мысль постигла. Люди же тебя не ждут. Людям же вообще, ну неинтересно это. С утра тем более. Как ты можешь утром? Такая мысль у меня постигла. Я иду такой. Но знаете, когда человек тонет, ему не важно, какое время это, утром, ты ему бросил спасательный круг или ночью, или вечером, или днем. Ему не важно абсолютно. Я иду, и вот что у меня есть дать этим людям? Вот эту... И дьявол начал такое сомнение сеять, что и вот ты вот с этой брошюркой, с этой книгой жизни идешь вот, и вот так, здравствуйте, я вам принес книгу жизни, возьмите. Но знаете, Бог мне проговорил, то малое, что есть у тебя, маленькое Слово Божие, небольшое, оно имеет колоссальную силу оказывать влияние на судьбу людей, спасать заклонных на смерть. У тебя есть сила спасать заклонных на смерть. Потому что люди идут в ад в любое время. Люди умирают в любое время. И днем, и утром, и ночью, и вечером, неважно. Люди идут в ад в любое время. И именно то утро было самым таким, знаете, плодотворным. И я заходил, человек сонный открывает мне дверь, и я нес благую весть. И люди понимали, что если рано утром пришел человек ко мне, то у него что-то важное. Я принес вам самое важное. Я принес вам то, благодаря чему вы спасетесь. Я принес вам благую весть. Я принес вам силу Божию. Я принес вам те слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Прими Иисуса Христа в свое сердце прямо сейчас, потому что я не знаю, что произойдет сегодня, завтра, послезавтра, и кто однажды вообще придет в твою жизнь, кому ты вообще однажды будешь нужен, но Бог сегодня стучит в твое сердце. И люди принимали Иисуса Христа, люди каялись. Именно с утра мы представляем себе, знаете, мы как бы определяем, когда удобно людям, а когда им неудобно, когда вовремя я это сделал, а когда я сделал это не вовремя. Но Писание говорит, делай это вовремя и не вовремя. Аминь. Интересно, Матфея 13, 33. Евангелие от Матфея, 13 глава. 33 стих здесь написано о Царстве Божьем. Иисус говорит, чему подобно Царство Божие. Здесь Он говорит, иную притчу сказал Он им, Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до колени, скисло, все. Царство Небесное, оно подобно вот этим дрожжам, этой закваске, которая, вот эти маленькие дрожжи, вот эта маленькая закваска, она попадает в нужное место, в нужную среду, в муку попадает. Вода, поливаешь водой, замешиваешь, и начинает тесто вскисать, оно начинает подниматься. Что интересно, что ученые говорят, что 10 миллиграмм дрожжей способны разрастись до 25 тонн. Поднять тесто до 25 тонн, подкидывая еще туда муку, оно разрастается, оно имеет колоссальную силу. Вот эти маленькие дрожжи, вот это маленькое, маленькое семя. И когда ты это бросаешь, оно начинает поднимать, пока не вскиснет все абсолютно. Другими словами, мука – это сердце людей, сердца людей, которые ожидают Божьего присутствия, которые ожидают Слово Божие. И когда оно попадает туда, начинаются определенные процессы, процессы спасения, процессы исцеления, восстановления. Бог начинает действовать. И написано, что Царство Божие, оно этому подобно, этим дрожжам. И вот это малое, что у тебя есть, это Слово Божие, оно, возможно, невелико в глазах людей, оно, возможно, мало в глазах людей, оно, возможно, когда люди слышат, они по-разному начинают реагировать на это Слово, которое ты несешь, но оно начинает оказывать влияние в судьбах людей, оно начинает поднимать, оно начинает восстанавливать, исцелять, оно начинает действовать внутри сердца человека. Вот этому подобно Царство Божие. Когда ты идешь с этим маленьким Словом, оно в твоем сердце, оно, ну, ты думаешь, ну, людям, наверное, не важно, потому что они всем видом порой показывают, что они не хотят, им не нужно порой. Но ты это начинаешь делать, ты начинаешь говорить, ты начинаешь проповедовать, ты начинаешь их вдохновлять и ободрять, и это Слово начинает поднимать их жизнь, оно начинает освобождать, оно начинает производить действия внутри этих людей. И Писание говорит, Деяние 1,8, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примите силу, когда Дух Святой будет на вас, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли у вас будет сила, у вас будет не только это слово, но у вас будет сила, у вас будет достаточно компонентов, чтобы та мука, которая в сердце человека, та сухость, то недостаток любви, недостаток всего, что человек, в чем нуждается, есть в тебе. Ты приносишь Слово Божие, и Дух Святой начинает касаться этих людей через тебя. И что-то начинает происходить невозможно, что-то начинает происходить, что оказывает влияние на их жизни. Это проповедь Евангелия, это труд, которому Бог тебя призвал, труд твой не тщетен в глазах Божьих. Я вспоминаю, когда я уже рассказывал эту историю, когда мы ходили с нашими сестрами и проповедовали, я ходил в тот день с сестрами, которые намного-намного старше меня. И мы ходим, и Писание же говорит, что радость Господи, сила моя. Мы ходим, радуемся, мы ходим с ними, проповедуем в веселье, в простоте, в радости. Проповедуем. А наши деревни, они отличаются тем, что заборы кривые, и собаки там охраняют кого-то, кто в доме спит. И вот вроде ничего не в огороде, ничего такого нету, что нужно охранять, но кого-то они там охраняют. И вот мы с ними ходим, и ты каждый раз, когда открываешь калитку, ты переживаешь, там есть собака или нет, и вообще она привязана или не привязана. Потому что было много случаев, когда собаки были не привязаны. Ну, те, кто ездят, служат, знают эти моменты. И вот они со мной идут, я всегда говорю, сестры, идите вперед, я за вами, потому что вы уже, ну, как бы пожили на этой земле, мне еще жить и жить. Они мне говорят, ты же пастор, ты же должен впереди тебя. Я говорю, ну, там-то и дело. Они смеются надо мной, я над ними. И идем с ними, проповедуем. А пастор местный там в поселке говорит, слушайте, не заходите, там есть дом престарелых, туда не заходите, там заведующая такая злая, мы все время хотим попасть туда, нас не пускают, говорят, вы сектанты, сектантам тут не место, тут у нас люди престарелые, они скоро в вечность пойдут, там не надо их там тревожить. И он говорит, туда не заходите, потому что она злая, она очень ожесточена и очень, ну, не хочет, чтобы верующие люди туда приходили. Мы такие, хорошо, и мы ходим с ними, ходим, ходим, проповедуем, радуемся тому, что мы делаем, тому, что Бог делает в жизни людей. И вот мы идем мимо этого дома престарелых, и они остановились, такие встали, стоят. Я говорю, что, пошлите дальше-то, они такие стоят, молчат. Я говорю, что молчите, что, пошлите, они стоят, на дом престарелых смотрят. Я говорю, так пастор же сказал, нам не заходить туда, там не пускают, там злые люди. Они стоят, молчат. Я говорю, ну, что хотите зайти, те такие, да. Я говорю, хорошо, ну, зайдем, только вы там сами все разговаривайте, договаривайтесь, все там, я, я это, я постою рядом. Тебе такие, хорошо. Такие, заходим, сидит у входа женщина, такая очень серьезная, очень серьезно настроена. Вы кому? Зачем? Я стою такой, думаю, сейчас сестры будут говорить. Они молчат, на меня смотрят. Я говорю, что смотрите-то, говорите, что? Вы же меня сюда притащили, давайте. Стоят, на меня смотрят опять. Я такой, а позовите, пожалуйста, заведующего, с администрацией кого-то мы хотим поговорить, нам нужно переговорить. Такая, хорошо, раз, такая, ушла. Я такой, вы что молчите-то, мы же что пришли-то? Мы же пришли, вы же сюда меня притащили, вы же сказали, что будете говорить. Ты же пастор. Все, думаю, вляпался. Стою, слышу шаги, такая, заведующая мощная идет, каблуками марширует, такая вся, идет навстречу. Кто там ее вызвал, кто такие, что там случилось, в халате такая подходит. Здравствуйте, что хотели? Я такой, на них смотрю, они на меня. Что вы хотели? Я такой, на них, они опять на меня смотрят. Ну, думаю, дал Бог мне помощниц. Привели меня в дом престарелых. И бросили нам бразуру. Стою, думаю, что делать. Говорит, что хотели, что хотели? Старух своих сдать хочу. Да, такая, в смысле их сдать. Я говорю, надоели, говорю. Дома пенсия маленькая, едят много. Сдать хочу вам, надоели мне. Такой молодой человек, успокойтесь, успокойтесь, так нельзя, так, ну, дело не пойдет, надо оформить документы, надо все это сделать, так нельзя, так мы не принимаем никого. Я говорю, в смысле не принимаете? А мне что с ними делать? Вы не принимаете, а я что, должен теперь терпеть их? Они такие на меня смотрят. Это что такое происходит? Совсем уже это. Я говорю, ну, не знаю, что хотите, то и делайте. Все, я пошел, до свидания, вот забирайте. Молодой человек, не уходите, не уходите, мы так не принимаем. Я такой, хорошо, ладно, я пошутил, говорю. Татка выдохнула. Я говорю, мы пришли поздравить. Всех пенсионеров, всех, кто здесь живет, поздравить с наступающими праздниками Рождества, поздравить их с Новым Годом, сказать им, что Бог их любит. А она такая, а это, ну, слава Богу, давайте, конечно, а что нельзя, то вы откуда? Я говорю, с пермского епископата. А, ну, хорошо. И все, она собрала весь зал, я говорю, давайте, сейчас я быстро всех организую, и все собрала всех. Мы стоим, проповедуем. Мы проповедуем, мы такие радостные, счастливые. Люди, глаза горят у бабушек, у всех, у дедушек, сидят счастливые. Мы молимся за них. Мы говорим, что Бог про вас не забыл, Бог вас любит, Иисус умер за вас на кресте. Все, что вам нужно, примириться с Ним, для того, чтобы пойти на небо. И они это делали, и они каялись. И мы подарили им книги жизни, Новые Заветы, помолились за них. И смотрю, заведующая там что-то, пш-пш-пш, к ней подошли, ее там заместители или кто там, что-то ее спрашивают. Потом она меня спрашивает, а вы откуда? Еще раз. Я говорю, с пермского епископата. А у вас документы есть? Я говорю, конечно, есть. Точно? Я говорю, точно. Ну, хорошо. Вот видите, у них все есть. И мы пошли дальше проповедовали Евангелие. Знаете, к чему я говорю это? Я говорю о том, что у Бога есть сила, чтобы открыть двери пред тобой, чтобы сделать невозможное для тебя все, что у тебя есть. У тебя есть маленькое семя, Слово Божьего, что Бог любит этих людей, что Бог умер за них, и Он воскрес на третий день в оправдание всего человечества. Все, что нужно, покаяться. Написано, Бог повелевает всем людям на земле покаяться. То малое, что есть у меня, это Слово Божие. То малое, что я имею, я могу помолиться вместе с этими людьми. Но написано, вы примите силу. У церкви есть сила, у тебя есть сила. Используй эту силу. Может быть, двери закрыты, и люди говорят тебе, что это невозможно, но у Бога есть сила. Сделать невозможное возможным. И Бог наделил церковь, тебя, потому что этой силой, потому что написано, церковь, это полнота. Полнота, наполняющая все во всем. И эта полнота, она способна изменить обстоятельства. Эта полнота, которая есть внутри тебя, она способна оказать влияние. Она способна изменить то, что невозможно изменить. Поэтому, используя это, мы имеем силу оказать влияние на этот мир. Мы имеем помазание. Мы имеем силу Божию. Мы имеем Слово Божие, которое, когда попадает, оно начинает производить действия. Царство Божие, подобно этой женщине, которая бросила в муку эти дрожжи. Муке без разницы. Утром ты бросил в дню дрожжи или вечером, эффект будет один и тот же. Оно взойдет. Неважно. Проповедуй вовремя, не вовремя. Служи Богу. Неважно, сколько времени. Неважно, что ты думаешь внутри себя. Страшно или не страшно, или ты переживаешь. Делай то, к чему Бог призвал тебя. Бог будет наполнять тебя силой. Бог будет наполнять тебя помазанием. Бог будет наполнять тебя своим действием. Потому что для Него нету ничего невозможного. Аминь. Поэтому, как важно нам понимать эти вещи. Марка 5 глава. Последнее место Писания. Я хочу открыть, и мы будем с вами молиться. Марка 5 глава, 22 стих. Написано. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Написано. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. И мы знаем эту историю о том, что этот человек, этот начальник синагоги, он просит Иисуса, чтобы он возложил руки, чтобы он помолился, чтобы он исцелил ее, дочь, которая была при смерти. И вот он идет, толпа его теснит, и женщина с кровотечением его останавливает. Она прикасается к нему, из него исходит сила. Она получает исцеление. Женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, он останавливается, начинает ее искать, разговаривать с ней. И вот Иаиру говорят, слушай, на ухо, не утруждая учителя, она не умерла, но спит. Интересные слова, которые сказал Иисус этому человеку, «Не бойся, только веруй». Продолжай верить. Продолжай верить. Как это бывает похоже на нашу жизнь, когда мы ожидаем, что-то от Бога, когда мы молимся, «Господь, помоги, Господь, сделай что-то, Господь, измени эту ситуацию в моей жизни». И вот ты молишься, ты ожидаешь, и ты начинаешь слышать, слушай, бесполезно. Не утруждай учителя, остановись в своей молитве. Не утруждай учителя, остановись в проповеди Евангелия. Не утруждай учителя, остановись в том, чтобы вести домашнюю группу, остановись в том, чтобы быть в группе порядка, остановись в том, чтобы служить детям. Остановись в этом. Не утруждай учителя. Не утруждай. Все. То, что ты делаешь, это тщетно, это бесполезно, в этом нет силы, в этом нет действия. Но Иисус говорит, не бойся, продолжай верить. Продолжай верить. Возможно, ты опустил руки, не видя результата, что труд твой тщетен, ты старался, ты трудился, ты проповедовал, ты не видел результат, ты молился, не видел результат. Но результаты были, но не те, которые ты ожидал. Но Иисус говорит, не бойся, только верь. Продолжай. Продолжай верить. Продолжай молиться. Продолжай проповедовать. Продолжай вести домашнюю группу. Продолжай служить. Продолжай. Делай. И здесь интересно, 44 стих, 35 стих этой же главы написано. Когда он еще говорил, сия приходят от начальника синагоги, говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь, учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги, и вот смятение, и плачущих, и лопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит, девица, тебе, говорю, встань. И девица точно стала, начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли в великое изумление. Видевшие пришли в великое изумление. Все, что сказал Иисус, взяв за руку эту девицу, Талифа куми, тебе, говорю, встань. Эти маленькие слова, эти всего лишь два слова, Талифа куми, они оказали влияние и воскресили эту девочку. Маленькое слово, которое находится в сердце Божьем, Слово Божие, оно имеет способность воскресить, оно имеет способность оживить, оно имеет способность принести такие результаты, что весь город будет знать, что весь город придет в шум, в движение, что делает Бог на этой земле. Бог через тебя и меня хочет делать великое на этой земле. Всего лишь два слова, сказанное из уст Иисуса, они воскресили девочку, они изменили судьбу всей семьи, они изменили судьбу того города, где они жили. Всего лишь два слова. Все, что хочет дьявол остановить тебя, в том, чтобы ты сеял это слово, в том, чтобы ты говорил, в судьбу людей, он говорит тебе, что утруждаешь учителя, что ты утруждаешь Бога своими молитвами, что ты утруждаешь его проповедью в Англии, что ты утруждаешь, зачем? Остановись. И когда они вошли, написано, люди стали смеяться. Может, сегодня кто-то смеется над твоей верой, над теми словами, которые ты говоришь. Но когда ты знаешь, труд мой не тщетен в глазах Божьих. У Бога есть сила, у Него есть помазание, оказать влияние на судьбу этих людей, поэтому я буду это делать, я буду проповедовать, я буду служить, я буду свидетельствовать, я буду делать то, к чему Бог меня призвал, меня ничто не остановит, никакая информация, никакая ситуация, меня не остановит в деле Божьем, я буду это делать, потому что Бог силен оказать влияние на судьбу этого человека, Бог силен изменить обстоятельства, Бог силен помочь через мое служение людям, Бог силен изменить судьбу людей через действия церкви на этой земле, Бог силен и способен, поэтому и меня не остановить, я буду служить Богу, потому что сила воскресения Его во мне, сила Святого Духа во мне, я принял эту силу, когда сошел на меня Дух Святой, и сегодня я способен делать то, к чему Бог меня призвал, и делать это качественно, преуспевать в деле Господнем всегда, аминь, народ Божий, я хочу вдохновить каждого из вас, давайте преуспевать в деле Господнем, давайте проповедовать, давайте свидетельствовать, давайте служить, давайте делать это с усердием, и это делать, чтобы преуспевать, аминь, давайте поднимемся наши ноги, я хочу, чтобы мы сегодня молились об этом, Может быть, сегодня ты где-то в чем-то устал, ослабел, ты где-то в чем-то остановился, но у Бога есть достаточно силы. Не бойся, продолжай верить, продолжай исповедовать, продолжай молиться, продолжай свидетельствовать, продолжай служить Богу на своей работе, где бы ты ни был, где бы ни находился, сила Божия в тебе. Аминь. Отец Небесный, мы поклоняемся тебе. Дух Святой, касайся жизни каждого человека. Я молюсь за церковь, я молюсь, чтобы ты, Господь, продолжал вдохновлять, продолжал ободрять народ твой во имя Иисуса Христа. Пусть твое действие, твоя сила ободрит, вдохновит. Господь поднимет на твои высоты, поднимет внутри нас веру, зажгет внутри нас огонь. Во имя Иисуса. Я молюсь за каждого, кто сегодня остановился, как Иаир хотел остановиться, как Иаир хотел опустить руки, как Иаир хотел начать плакать, хотел начать, Боже, сетовать о том, что случилось и произошло в его жизни. Но Иисус поднял его руки и сказал, не бойся, верь, не бойся, иди, верь мне, доверяй мне, продолжай делать то, что ты однажды сказал мне. Пусть сила Божия высвобождается прямо сейчас в судьбу народа твоего. Вдохновляй, ободряй, поднимай на твои высоты, вкладывай в сердце огонь и желание служить тебе всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, потому что ты, Иисус Великий, ты способен, Господь Боже, оказать пленен на этот мир, на эту землю через церковь твою. Пусть придет твоя полнота в сердце, пусть придет твоя полнота в дух, пусть придет твоя полнота в веру. Во имя Иисуса, Керала Радарисая, Боже, я молюсь, Господь, Боже, чтобы твоя сила, она высвобождалась через народ твой, через братьев и сестер, сила Святого Духа, помазание твое, огонь твой, действие твое, в том служении, в котором каждый задействован. Во имя Иисуса Христа, Керала Радарисая, Редери Керала Радей, Дух Святой, спасибо тебе за народ твой, за каждого брата, за каждую сестру, спасибо тебе за веру, спасибо за посвящение, спасибо тебе за желание служить, которое ты вложил в их сердца. Керала Радей, Редери Сарала Рикей, исцеляй, Дух Святой, восстанавливай, Дух Святой, наполняй твоей силой, твоим огнем, во имя Иисуса, Боже, мы ожидаем от тебя и мы нуждаемся в тебе, говори к нам, научай нас, вдохновляй нас, Господь, тебе, Иисус, слава за все, во имя Отца, Сына и Святого Духа, весь народ Божий скажет, аминь. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня, возможно, впервые на этом месте, Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, если ты такой человек, ты нуждаешься в молитве покаяния, ты нуждаешься в том, чтобы церковь помолилась за тебя, подними свою руку, мы будем молиться за тебя, чтобы Господь простил твои грехи, чтобы Господь стал твоим Господом и Спасителем. Есть такой человек сегодня в этом зале? Дай нам знать, чтобы мы видели Тебя и помолились за Тебя. Есть такой человек, кто нуждается в этой молитве. Все спасены, всех именах записанных книг в жизни. Если ты, может, не поднял руку, ты можешь все равно выйти. Может, ты стесняешься поднять руку, но не постесняйся выйти сюда. Бог способен изменить твою жизнь. Я хочу обратиться к тем, кто с нами через онлайн. Если в твоем сердце есть это желание повторить эту молитву, покаяние, повторяй вместе с нами прямо сейчас. Отец Небесный, я верю, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, прости все мои грехи, прости все мои беззакония и открывай свое сердце для Тебя. Войди в мое сердце и живи в нем. С этого момента Бог Отец, Ты есть мой Отец, а я Твое дитя. Тебе за все слава во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если вместе с нами Ты помолился этой молитвой, то Господь записал Твое имя в книгу жизни. Все, что Тебе нужно, позвонить по телефону горячей линии или написать по этому телефону, который Ты видишь сейчас на своем экране. Мы свяжемся с Тобой, поможем Тебе возрастать, Боге. Пусть Бог благословит Тебя. Слава Богу. Вячеслав Николаевич, вчера был день рождения. Вячеслав Николаевич, подождите минуточку. Мы его поздравим, помолимся. Аминь. Слава Богу. За Тебя, за Твою верность, посвящение, это пример, служение Господу. И мы помолимся, чтобы Бог укреплял, благословил, наполнял еще больше Духом Святым, силой своей. Аминь. Благословим, чтобы Господь благослил нашего пастора, благослил его дома, его семью. Давайте, прострем свои руки, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за Вячеслава Николаевича, Господь. Мы благодарны Тебя за то, что Ты, Бог, Его избрал от этого мира, осветил и чистил, поставил, и сегодня Он приносит этот добрый плод. Мы просим Бога, благослови Его служение во имя Иисуса. Пусть Бог, сила и Твой Дух, они будут проявляться через Его служение, через дела руки Его во имя Иисуса Христа. Пусть Бог Твое имя будет прославлено, и Он будет прославлять Тебя на этой земле, будет сделать Тебя известным. Мы просим Бога, благослови Господь Его жизнь, благослови Господь Его семью, служение во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Тебе святым именем. Ты будь прославлен, Господь. Тебе слава, Бог наш. во веки веков. Аминь. С днем рождения!